Номер 70. Карлос Кастанеда. Опыт из книги «Искусство сновидения», 1993 год. Тогда мне казалось, что каждый прорыв в моем сновидении случался внезапно, без предупреждения. Появление в моих снах неорганических существ не явилось исключением. Это случилось, когда мне снился цирк из моего детства. Окружающая обстановка напоминала пейзаж маленького городка в горах Аризоны. Я принялся рассматривать людей, испытывая никогда не покидавшую меня смутную надежду снова увидеть тех людей, которых я видел, когда Дон Хуан впервые заставил меня войти в сферу второго внимания. Наблюдая за ними, я ощутил всплеск нервозности, толчок, похожий на удар в солнечное сплетение. Толчок несколько меня отвлек, и я потерял из виду людей цирк и городок в горах Аризоны. Вместо всего этого передо мной стояли две фигуры совершенно жуткой наружности. Они были тощие, не шире футов в плечах и длинные футов около семи. Они угрожающе нависали надо мной, как два гигантских земляных червя. Я знал, что это сон, но я также знал и то, что я вижу. О видении мы с Доном Хуаном беседовали, когда я был как в нормальном состоянии, так и в состоянии второго внимания. И хотя я не мог тогда испытать это на собственном опыте, мне казалось, что понял идею непосредственного восприятия энергии. И в этом сне, глядя на эти странные призраки, я понял, что вижу энергетическую сущность чего-то невероятного. Я был очень спокоен, я не двигался. Самым замечательным для меня было то, что они не рассеялись и не трансформировались во что-нибудь другое, оставаясь зримыми существами, по форме напоминавшими свечи. В них было нечто, заставляющее меня удерживать восприятие их формы. Я знал это, поскольку что-то говорило мне, что если я не буду двигаться, они тоже останутся на месте. В определенный момент все закончилось. Я проснулся от испога и немедленно попал в осаду множества страхов. Мною овладела глубокая беспокоенность, нечто подобное физическому страданию, какая-то печаль, не имеющая под собой оснований. С тех пор две странные фигуры являлись мне каждый раз, когда я практиковал сновидение. Со временем получилось так, словно вся моя сновидческая практика только затем и была нужна, чтобы я с ними встречался. Они никогда не пытались ни приблизиться ко мне, ни вступить в какое бы то ни было взаимодействие. Они просто недвижимо стояли передо мной все время, пока длился мой сон. Комментарий Михаила Радуги. Вновь попав в фазу через осознание во сне, несчастный Кастанеда столкнулся с программой, которую ему вбил в голову индейец. Собственно, вся практика Карлоса была по этой причине иррациональна, вечно направленная на поиски чего-то бессмысленного и неприменимого для реальности. Во всяком случае, с точки зрения прагматичности. В данном случае Карлос увидел двух неорганических существ, о существовании которых его заранее предупредили. Суть в том, что как я уже не раз отмечал, фаза может смоделировать все что угодно с какими угодно свойствами и функциями. И все это будет так же реально, как если бы было по-настоящему. Когда тебе говорят, что ты должен увидеть этих спутников, ты их будешь видеть до тех пор, пока уверен в правдивости данного заверения. То же самое происходит с серебряным шнуром или реальным телом на кровати, когда бедные люди читают об этом у Бульдона или Брюса. Они все это видят до тех пор, пока верят. Стоит такому человеку намекнуть, что в общем-то все это не обязательно, как оно тут же пропадает. Думая, что его сопровождают некие сущности, Кастанеда достаточно долго с ними сталкивался в фазе. Лишь спустя значительное время он заметил, что их не стало. Понятно, что не стоит рассчитывать, что это были реальные существа, автономные от нашего сознания и подсознания. Вопрос в другом. А откуда у людей столько чувства собственного достоинства, что они так легко поддаются уверениям, что кому-то там нужны, что за ними персонально будут наблюдать какие-то существа, которым похоже заняться больше нечем, как за каждым любителем присматривать. Даже если вы решили, что это реальные существа, проведите эксперименты. Не стойте на месте, не поддавайтесь теориям, иначе они станут реальностью. Породите, ущипните, нападите на них, измените их и так далее. Если у вас будет достаточно опыта на все эти вещи, вы увидите, что такие монстры в фазе столь же автономны, как кружка на столе в той же фазе. Сам же описанный опыт пребывания в фазе закончился вполне закономерно. Кастанеда, замерев от неожиданности, просто перестал двигаться и получать ощущения, тем самым ослабив фазу. Никогда нельзя стоять на месте, особенно в раздумьях. Это почти всегда заканчивается засыпанием или фолом. Я бы на месте Хуана больше акцент делал именно на этом, а не на неорганиках. Кто-то может со мной не согласиться, но с точки зрения полезной практики, это было бы значительно продуктивней. Субтитры создавал DimaTorzok